Здравствуйте, друзья! На самом деле ничего такого, мне кажется, опасного для детей до 16 лет в нашей программе не звучит, потому что в программе с долей, в доле с Тутой Ларсен мы говорим о жизни, о том, что и как нужно сделать, чтобы состояться, чтобы выразиться, чтобы быть успешным и при этом остаться собой. Но поскольку всё-таки мы единственный такой остров женской доли на Финаме, поэтому всё-таки главными героинями нашего ток-шоу являются женщины, женщины в бизнесе. И сегодня у нас в гостях основатель группы компании Лёдова Надежда Копытина. Здравствуйте, Надежда! Здравствуйте! Мы так сформулировали тему этой программы «Женщина-руководитель в неженских ситуациях». И хотели бы поговорить о том, что в бизнесе часто бывают экстремальные обстоятельства, в которых мужчины и женщины, наверное, действуют по-разному, а может быть и наоборот, наоборот, забывают о своих гендерных различиях и начинают вести себя одинаково определенным образом. Или наоборот, мужчина впадает в истерику, а женщина собирается. Ну и не только об этом, конечно. Напомню сразу всем нашим слушателям, наш телефон 6510996, код Москвы 495. Вы можете также заходить на сайт финанс.фм, на страничку нашей программы «Вдоле». Пишите, звоните, высказывайте свое мнение, делитесь опытом. Я уверена, что у нас сегодня будет очень интересный разговор, потому что сколько, Надежда, руководите уже собственным бизнесом? 20 лет. 20 лет точно. То есть можно сказать, что уже, в общем-то, ну, ваш бизнес уже вполне взрослый, самостоятельный мальчик ходит сам. Или это девочка? Бизнес-мальчик. Наверное, все-таки мальчик. В одном из своих интервью вы сказали, что любая история успешная начинается с продаж. Независимо от того, что ты продаешь. Услуги или товары, или какие-то, я не знаю, там, сырье, что угодно. Но ведь, наверное... Это даже устройство на работу начинается с того, что надо себя правильно продать. Презентовать настолько хорошо, чтобы правильно продать. Конечно. Самое главное, это правильно подать себя в жизни. Ну, или продать, преподнести. Вы в 17 лет, окончив школу, сломя голову, просто собрав какие-то пожитки, уехали в Москву. Не в ВУЗ поступать, а работать. При том, что у вас дома, на родине были неплохие перспективы, вы могли поступить, родители вам обещали квартиру, машину. Так все? Да, все именно так. Что же вас сподвигло так оторваться от... Я уехала поступать, а так получилось, что не поступив, я стала работать, хотя я училась параллельно. А куда вы хотели поступать? Я поступала три раза в Московский университет имени Ломоносова. На экономический? На экономический. Вместо того, чтобы увидеть другие перспективы, которых было очень много, я уперто пробивала одну и ту же стенку. Ну вот, скажем, 20 лет практики в бизнесе на сегодня говорят о том, что если ты рвешься в дверь, которая тебе кажется закрыта, то надо поискать форточку, надо поискать окна, надо поискать другие двери, чтобы все-таки зайти и достичь своей цели. А как произошло вот это вот, произошло это озарение, не знаю, или это понимание того, что раз уж ты в Москве, куй железо, пока горячо, вот они вокруг, возможности, бери, не хочу, пользуйся. Ну для того, чтобы, я абсолютно уверена, вот я сейчас очень часто общаюсь с молодыми людьми, которые в Москве, и, как правило, все, кто здесь оказываются, все, кто здесь появляются, они тут же находят себе дело, а тот, кто не находит, ему приходится уезжать. Понятно, что, приехав в Москву, можно, конечно, искать и другие способы получения доходов, то есть часто не, скажем, не пойти работать или создавать бизнес, а пойти придумать, каким образом стать, выйти замуж, да, удачно выйти замуж. Это тоже, в принципе, продать себя. Ну это в том числе цель, при этом она, скажем, я считаю, менее созидательная, чем та, о которой мы говорим. Все-таки женщина в предпринимательстве – это способ и возможность реализовать себя. Я считаю, что когда занимаешься бизнесом, есть возможность реализовать свой творческий потенциал, есть возможность вообще открыть себя и открыть себя миру, сделать массу новых продуктов, проектов. Ну, по сути, творить, созидать, достигать. Да, но к этому все-таки ты как-то приходишь со временем или, наоборот, пока ты молодой, дурной, не боишься ничего, не заменишь этих многих знаний, которые многие печали, тогда и нужно вот это все начинать реализовать. Потому что я, например, имею перед глазами опыт людей, которые приезжают в Москву, 8 лет здесь человек живет, молодой, непьющий, да, там, ну, с каким-то образованием, вполне с руками, там, с головой. И потом возвращается домой в захолустную какую-нибудь украинскую деревушку, и он, в общем-то, даже ничего не может вспомнить о Москве. За 8 лет он не нашел ни малейшей возможности здесь, не то чтобы остаться, а реализоваться. Возможно, что он не искал. Я сегодня как раз над этим думала утром, так получилось, что моя дочь поступила на обучение, по сути, в другой конец Москвы, ну, одна из моих детей. И, соответственно, ей сейчас предстоит 4 раза в неделю добираться на метро самостоятельно. И основная масса людей мне сообщает о том, что как, это же невозможно. И вот как раз я задумалась о том, что как мы забираем ответственность у молодого поколения. Я вспомнила о том, что с 5 лет мне родители разрешали ходить за хлебом в магазин, и это не звучало как преступление. Ну, слушайте, мне тоже в 7 лет повесили ключ на шею, но мы с вами жили в других городах и в другое время. Ну, я понимаю, что, я уверена, что и тогда были страсти. Просто их не вывешивали сплошь и рядом и не запугивали нас. То есть нас запугивали не ходить и идти в Африку гулять. А вот тем, что мы, по сути, продолжаем нянчить детятинку до 20-22 лет, 23 лет, говорим, это мой ребенок. Ну, знаете, я считаю, что вот это надо прекратить. Ну, понятно, что прекратить, это, наверное, мне легко сказать, когда я уже так поступила со своими детьми. А большому количеству людей, в общем-то, по сути, это... Вот когда вы говорите там о молодом человеке, который 8 лет и никак, никак не может прорваться, это в итоге то, что когда-то ему кто-то сказал, вот здесь опасно, тут опасно, там снежинка упадет, тут поскользнешься, ну и так далее. Поэтому не реализуй себя. Вы вообще создаете впечатление, ну, не просто создаете впечатление, а являетесь человеком, который разрушает стереотипы, да? Я помню строчку из вашего интервью. Мужчины не плачут, женщины не занимаются бизнесом. Все на самом деле наоборот, всем все можно. Это воспитание или это характер? Ну, характер, он же воспитывается. И, ну, понятно, что отчасти он был приобретен сразу от рождения. Да, меня достаточно жестко воспитывали. У меня очень строгий папа, и он всегда был очень требователен просто от начала. Я его изначально, с детства я просто ненавидела. Это вот только сегодня и сейчас, там, ну, последние, наверное, 15 лет, я искренне благодарна вообще всему тому, что я с детства приобрела именно вот эту вот самодисциплину, умение очень быстро собираться, умение не раскисать в самой трудной ситуации. И даже вот когда кажется, что ну все, все, вот все опоздало, все, уже документы не сделаны, все, уже невозможно. И вот тут я вспоминаю, что нет, надо до последней минуты, до последней секунды. И все равно, и даже если время прошло, все равно можно еще попробовать, а какой еще есть шанс, чтобы все-таки изменить ту действительность, потому что, а вдруг какой-то шанс есть, а вдруг я не все посмотрела. И вот поэтому я говорю, что, конечно, вот этот вот с детства жесткий такой тренинг, он позволил и позволял мне всегда достигать цели. Хотя, может быть, там, раньше я не особенно задумывалась. То есть вот когда мы говорим о, там, этих печалях, да, многие знания, многие печали, я раньше особенно не задумывалась над тем, какой ценой я достигаю успеха или результата. Я считала, ну, мне очень нравилась фраза, что победителей не судят. А вот действительно, когда становишься взрослее, именно взрослее с точки зрения приобретенного опыта, понимаешь, что все, что где кого оскорбил, где кому сделал больно, где не учел интересы другой стороны, что все вернется, и съешь вот это вот свое негодование в сторону другого человека, свою вот ту боль, которую распространил на других людей, и становишься более утонченным, что ли. Осторожным? Нет, не осторожным. Дело не в осторожности, а дело? Чутким. Дело в том, что я задумываюсь над тем, что поступая вот в данную секунду так либо иначе, хотела бы я по отношению к себе получить то же самое. А вы видите что-то подобное в своих партнерах, я не знаю, в коллегах, в конкурентах? Ведь эта чуткость, это же такой обоюдоострый меч. Ты к людям с открытой душой, а люди тебе туда плюют, потому что они не нуждаются в том, чтобы быть такими внимательными, чуткими, продолжает идти по головам. Через некоторое время окружение меняется. То есть сначала больно, сначала очень больно, и думаешь, ну как, не работает, а потом изменения происходят. А эти изменения, они связаны с тем, что вы стали мамой троих детей? Или это пришло с опытом? Нет, с этим никак не связано. Я стала, вот когда 10 лет назад я стала изучать идеал метод доктора Тойча, и изучать науку психогенетика, которой уже 50 лет, вот это, именно это очень сильно на меня повлияло. И понимание того, что все, что мы сеем, мы потом пожинаем, и когда кажется, ну как, я же так хорошо к нему относилась. А вот об этом поподробнее после новостей, друзья, в доле Стуты Ларса, Надежда Копытина. У нас в гостях основатель группы компании Ледова, Надежда Копытина, телефон московский 6510996, код Москва 495. Заходите на нашу страничку программы в доле на сайт Финам.фм. Говорим о том, как оставаться женщиной, руководителем в нелегких и неженских ситуациях в бизнесе. Ну и Надежда рассказывала до новостей о том, как, в общем, она осознала себя человеком дело, да, наверное. А о психогенетике чуть попозже, это ужасно интересно. Мне хотелось все-таки немножко еще вернуться в историю. Как вы действительно начали свой собственный бизнес, кто вам в этом помогал? Правда ли, что вообще все это началось с так называемого этого челночения, да? Вы были челноком, да. Челноком. Все началось... Действительно, меня всегда окружали люди, которые мне помогали, потому что я приучена была всегда слушать. И очень хорошо, что я находила... Ты такая ученица по жизни. Да, я считаю, что это комплекс этого отличника, потому что я же очень хотела с золотой медалью в школу закончить. Училась всегда она отлично, но получила серебряную медаль, потому что их, оказывается, в город пришел дефицит. Только одна была на весь город. Но это не важно. То есть важно, что у меня сохранилось вот это состояние комплекса отличника, и все, что бы я ни делала, мне хотелось сделать очень хорошо. И, соответственно, когда я стала заниматься бизнесом, то есть, по сути, наверное, даже это еще и не бизнес тогда был. Тогда было просто желание заработать деньги, тогда было просто желание несколько по-другому жить. Очень хотелось иметь свою машину, очень хотелось иметь свою квартиру. То есть вот, по сути, приехав в Москву, кроме того, чтобы получить образование, очень хотелось еще иметь вот буквально две такие ключевые точки, то есть кроме образования. И вот эта вот погоня покупки квартиры в 90-е годы, мы не успевали накопить деньги для того, чтобы купить квартиру. Квартиры каждый месяц становились дороже. А тогда вот такого элемента доверия, как сейчас, подписал договор, договорился о цене, при этом уже в ячейку сложил какую-то сумму денег, там, предоплату, и все, цена сохранена. Соответственно, дальше ты понимаешь следующие приходы, и, в общем, можешь подтянуться и сделать тот проект, которым ты планировал. В то время такого не происходило. То есть вот так зафиксировать цену, но ее можно было на день зафиксировать. Следующий день был уже совсем другой, с новыми вводными. Могло быть уже с новым курсом валют. Вообще могли быть другие рубли и так далее. То есть вот этот элемент неопределенности, скажем, нам очень сильно всем повезло. Мы в начале пути прошли тот самый элемент неопределенности, который сейчас, через 20 лет... Уже не пугает. Нас уже не пугает. Мы снова его проходим. Понятно, что в других условиях. Но при этом нам все в то время шло в пользу. Но просто то, о чем вы говорите, это естественное и очень даже женское желание как-то устроить свою жизнь, какой-то уют. Кто-то выходит замуж, а кто-то зарабатывает себе на квартиру сам. Но в какой момент вдруг это все вырастает в большой бизнес? Почему все-таки такой бизнес, в общем, тоже не совсем женский, какие-то замороженные продукты? Большой бизнес мне был интересен. Мне реально... У меня был план такой. Мне очень хотелось его создать. Мне очень хотелось создать некую свою корпорацию, которая была бы такая как серьезная компания, в которой хотелось бы сотрудником работать, в которой был бы конкурс. Вам хотелось бы быть начальником с самого первого шага? Как подтверждают мои бывшие классные руководители школы, и как говорит моя мама, что я, по сути, всегда была с начальственным тоном. И всегда... Ну, и причем, когда классный руководитель вызывал родителей, говорила, у нее такой начальственный тон, моя мама отвечала, ну, кому-то же надо быть начальником. То есть, по сути, это, знаете, как некий был приговор с детства о том, что тебе надо быть начальником, и так будет, да? Но вы стали начальником в 90-е годы, когда на каждого начальника было три каких-нибудь криминальных начальника, и еще какой-нибудь чиновник, который тоже, в общем, наверное, не очень способствовал тому, чтобы твой бизнес легко и просто развивался. Как вы вот через эти рифы и скалы проходили, в принципе, не имея, да, там, даже законченного экономического образования? Не было бы с вами, да. Ну, я не знаю, вы же, наверное, вряд ли читали там книжки каких-нибудь американских маркетологов, бизнесменов и прочих. Никакого НБИ, ничего. А ситуации наверняка были довольно непростые, экстремальные. Как вам удавалось? Вот насколько я понимаю, что как раз в тот самый начальный период обучение там при той торговле и при курсовых разницах валюты, импортно-экспортные сделки, то есть это я потом поняла, как это все называется. Но сначала я это отпрактиковала и хорошо стала понимать вообще, как это все устроено изнутри. А то, что вы рассказываете там о вот этих страшилках, да, и, ну, часто задают об этом вопрос. Ведь когда об этом не задумываешься, то это к себе не притягиваешь. Более того, когда просто сконцентрирован на конкретной цели заработать деньги, получить, там, купить машину, купить квартиру, получить некий другой статус, более того, находишься наравне с теми сотрудниками, которых нанимаешь. И часто готов не нанимать сотрудников, а встать на любое место вместо этого человека. Потому что, ну, понятно, что когда нет опыта взаимоотношений по найму людей, часто эти отношения, как бы, несколько выворачиваются в обратную сторону. И когда люди начинают очень жестко диктовать условия, много раз в своей жизни я говорила о том, что хорошо, я могу сделать это сама. Я вставала и делала работу... Меня это никогда не пугало, там, меня никогда не пугала работа, ну, по сути, такого разнорабочего, что можно встать в линию в производстве. Понятно, что на всё тебя не хватит. Но когда вот есть вот эта внутренняя смелость и понимание того, что незаменимых людей не бывает, то есть, конечно... И что и руки не опускались? Опускались, и плакала, знала, что об этом никто не должен знать. И что ни разу не было такого ощущения, что всё не вытянуло. Дальше этого пункта я не поеду? Было и много раз. И вообще, я, по-моему, мне казалось раньше, что после 30 лет вообще жизни нету. Хотя вот как раз к 30 годам, я считаю, что Лёдово там достигло таких расцветов, можно сказать, потому что мы настолько быстро развивались, что мы шли, наверное, лет на пять, как говорят наши конкуренты, на пять лет быстрее, чем весь рынок. То есть как-то мы так быстро схватывали веяние времени, потому что много очень были за границей, смотрели, как развиваются другие компании. Да, я не так много читала книг, но всегда очень уважала профессиональных людей и всегда была к ним очень внимательна, то, что они говорят. На хороших примерах? Впитывала как губка просто, да, на хороших примерах. То есть вот 10 лет рядом со мной был мой партнёр, который больше 20 лет был реальный учёный, учёный-физик. Вот я за ним просто ходила, слова записывала, потому что это гениально. То есть да, можно самому не иметь вот этих университетов таких теоретических, но при этом рядом быть с человеком, который профи. Вы знаете, а сейчас у тех, кто хочет заняться бизнесом, есть некоторая поддержка со стороны. У нас на связи президент Межрегиональной общественной организации по защите и поддержке малого бизнеса «Деловые люди» Ольга Кассет. Здравствуйте, Ольга. Да, здравствуйте. А вот скажите, пожалуйста, кто чаще всё-таки нуждается в поддержке вашей общественной организации? Мужчины, женщины? И кто гибче, может быть, в экстремальных ситуациях? Кто, не знаю, более спокойно, рационально их переносит? Вы знаете, я чаще сталкиваюсь с женщинами, поскольку, вы знаете, в 90-е годы женщины оказались в большинстве безработными и занялись торговой деятельностью. И, собственно, вот с такими вот женщинами не приходится сейчас работать. Вы, наверное, в курсе, что в Москве уничтожаются просто абсолютно финистационарные объекты. Наверное, вам привычные вот эти вот ларьки около дома. Вы, наверное, ощутили на себе, да, вот это вот отсутствие... Шаговой доступности... Да, шаговой доступности привычных для ваших потребностей, продуктов, которые были около вашего дома. А это был чисто женский бизнес в основном? Да, в основном это женщины, которые, да, в 40, которые когда-то оказались безработными, в общем-то, собственно, они сейчас находятся в очень сложной ситуации, потому что эти женщины, конечно же, их никто не возьмет сейчас на работу. Они уже потеряли квалификацию, если они даже получали когда-то какое-то образование. А вы можете как-то помочь им, не знаю, найти себя в бизнесе дальше? Просто не в палатке, а в... Знаете, бизнес дальше найти очень сложно, потому что... Я тоже оказалась в такой ситуации, поэтому и... Эх, потерялась Ольга косец, очень жалко. Ну, слушайте, вот, а вот, пожалуйста, но вам-то уже, наверное, не страшно, потому что большой бизнес не так просто уничтожить, как маленький. Все, что Ольга сказала, это действительно, и, скажем, так бывает, да, что человек идет по какой-то цели, ну, то есть, скажем, вот женщина, которая, как она обрисовала ситуацию, в 90-е годы сконцентрировалась только на торговле и больше ничего, и думала, что так всю жизнь будет заниматься. Потом все изменилось, и, соответственно, надо очень резко меняться. Никаких дополнительных залежей и запасов не создано. Быстро побежать обучаться и найти новую технологию. То есть, по сути, надо дать себе новую установку. Но вы-то не остановились только на торговле? Как вам удалось? Как вы поняли, что вот это не самый надежный способ существования дальнейшего? Вот одно могу сказать. Торговля — это самый надежный способ существования. Ну как? А вот приходит чиновник московский новый какой-нибудь в мэрию, говорит, долой палатки, и до свидания, и у человека бизнес летит. Отлично. Там 20 лет построено. То, что палатки долой, вот посмотрите, как красиво стало. Красиво. Я абсолютно за то, что вот палатки долой. А то, что человек до 40 лет не приобрел дополнительных навыков, ну, в общем, вопрос к человеку. Более того, человек, который организовал американец Kentucky Fried Chicken, по-моему, после 60 лет остался вот так вот без своих предыдущих палаток, назовем это в кавычках, да. И в то время он остался, по сути, без средств к существованию. Ничего другого он не знал. То есть он в какой-то момент придумал, как делать вот эту куриную ножку как-то там вот в специальной панировке, и поехал искать, как это продать. И в какой-то момент у него, по сути, купили эту идею. Это, к слову, если я хороший продавец, но он тогда не был хорошим. Вот этот человек, он не был хорошим продавцом. Более того, он не был там прекрасным профессиональным поваром. Он понимал, что у него есть внутренняя потребность и необходимость не прекратить свое существование, не податься, по сути, в бедные социальные слои населения. Он искал свою реализацию, он ее нашел. То есть он не обращал внимания на то, сколько ему лет. Он не обращал внимания, что как, я вот там до 60 дожил и ничего не нашел. В Америке при этом находился. В Америке все-таки люди живут... В Америке теплее, да. Во-первых, в другом климате, а во-вторых, все-таки в некоторых хотя бы относительные, ну пусть неуверенности, но... Они представляют себе, что их ждет завтра. Вы знаете, что мы сейчас делаем, да? Вот сейчас. Нет, они ничего не поставили. Сейчас у нас будут новости, а вот что мы делаем потом, расскажем сразу. Мы все заправдываем. Сегодня у нас в гостях основатель группы компании Ледова Надежда Копытина. Говорим о том, как ведет себя женщина-руководитель и женщина-бизнесмен. Женщина-бизнесмен, да, как странно звучит. В нелегких, неженских ситуациях, в контексте бизнеса. Звоните, если у вас есть вопросы или хотите поделиться каким-то опытом, впечатлениями. 65 10 99 и 6, код Москвы 495. На нашем сайте финам.фм, на страничке программы вдоль, и можно тоже оставлять какие-то комментарии. Вот все-таки мне бы хотелось вернуться. Мы вообще вот все время старались отойти в нашей программе от контекста, а вот у нас в России. Но с другой стороны, вот только что Ольга Косец из общественной организации по защите и поддержке малого бизнеса деловые люди как раз все равно вернула нас в нашу российскую действительность. И я знаю, что вам тоже приходилось сталкиваться с такими особенностями бизнеса в России, как рейдерский захват, например. Ведь это же только у нас в стране такое возможно. Ни с того, ни с сего. Я лично считаю, что не надо вот именно, вот опять, вот эта привязка то к возрасту, то к национальности, то к страновому, вот именно, что вот только в этой стране это возможно. Нет, ну а как? И вот я считаю, что мы живем в прекрасной стране, которая дает массу возможностей. Ну как? Ну вот, да, случился рейдерский захват. При этом меня еще постоянно стремятся назвать, что я же сама рейдер, сама у себя. Ну, скажем, тот, кто кого как называет, это неважно. Есть факт существующий, да, что есть процедуры банкротства, конкурсного управления, есть процедуры, связанные с этим рейдерским захватом. Соответственно, куча интересантов, которые хотят там какой-то кусок оторвать, забрать. И можно сказать, что на сегодня практически все, что хотелось сделать другим участникам процесса, у них получилось. Можно за них порадоваться, сказать, ребята, поздравляю, молодцы. Справились с женщиной, скажем. Ага, вот. И еще все время спрашивают. Справились с женщиной. Ну как тебе? Справились не с человеком в бизнесе, а справились с женщиной. То есть, а что? А вот мне действительно интересно. А вы ощущаете некое давление на вас, как на слабый пол в этой ситуации или нет? Я не считаю, что здесь отношения именно как слабый пол. Ну, тут хочется сразу Фаину Раневскую вспомнить, да, что слабый пол — это гнилые доски. Я считаю, что именно история про женщину здесь возникает именно с точки зрения, что, ну, это мое ощущение, что группа мужчин дождалась, когда у меня начались там ряд проблем, причем по нескольким направлениям, там, в семейных отношениях, объявлена процедура банкротства. И в это время группа людей, которая была как бы заинтересована приобрести объект, по сути, воспользовалась вот этой вот внутренней слабинкой. А это может быть и женщина, и мужчина в такой ситуации. Я с тех пор, да, за последние четыре года встретила очень многих мужчин, которые оказались в такой ситуации. А как мужчины себя в такой ситуации ведут? Большое количество мужчин сломалось после этого. То есть сломалось, больше не хотят заниматься никаким бизнесом и, в принципе, не верят в это. Да, в общем-то, и женщине непросто пройти сквозь такую ситуацию. И я, наверное, скажу, что являюсь таким уникальным примером. Наверное, не просто так написана книга «Не сдаваться». Не сдаваться, да. И, соответственно, это был девиз для самой себя. Мне всегда нравился этот девиз «Не сдаваться, не сдаваться» и «Никогда не сдаваться». И поэтому важно сейчас... То есть я в какой-то момент поняла, что да, борьба за прошлое — это борьба за прошлое, но это не может быть всем тем временем, в котором я сегодня живу. То есть очень важно найти себя в сегодняшнем времени и найти себя в другой реализации, найти себя, чем бы я всё-таки хотела заниматься. Года два мне вообще не хотелось ничем заниматься. То есть это правда. Ну, бизнес-то всё равно же он шёл. У тебя 30 миллионов в год, они же всё равно капали. Так а в тот же момент всё прекратилось. Ведь когда процедура банкротства всё прекратилась, ничего не капало. Вы знаете, вот эта вот идея, что оно само капает и само происходит, то есть когда тебе объявлены процедуры банкротства, в этот момент практически всё прекращается. Ну, то есть оно не сразу прекращается, оно примерно через полгода прекращается. И чем меньше вдыхаешь туда своей энергии, то есть почему мы говорим, что вот предприниматель, то есть вообще вот бизнес, который основан на этом предпринимательстве, что это специальный такой дух, это специальная энергия предпринимательства. То есть нужно быть энергичным, надо хотеть, надо желать делать бизнес. Ну, подожди, то есть получилось, что если объявлена процедура банкротства и один бизнес не функционирует, вы начинаете другой или как? А в такой ситуации, по сути, человек, который поручитель за всё то, что было в этой конструкции, он не может вообще ничего делать в нашей стране. То есть у нас, первое, у нас нет процедуры личного банкротства, то есть она до сих пор не введена. И, соответственно, очень непросто оказаться в такой ситуации. И из этой ситуации потом взбить молоко, чтобы это оказалось сметаной, и вылезти из этого стакана. А что теперь? Уходить в творчество, в какие-то другие... Вот вы и поёте профессионально, вы книжку написали, вы выступаете как продюсер, вы меценат, у вас прекрасные концерты в Царицыно, да? Да. То есть просто вообще махнуть рукой на этот бизнес, повернуться к нему спиной и заняться чем-то приятным? Мне очень хотелось, но не получилось. То есть в связи с тем, что все процедуры тянутся уже 4 года, и поэтому уйти вот так у меня не получилось. Я поняла, что, видно, мне надо завершить это до конца. А если это завершится тем, что действительно всё, что вы строили, 20 лет будет разрушено или отнято? Ну вот на сегодня оно и разрушено, и отнято. То есть на сегодня, вот за 4 года я могу констатировать, что я находилась в творческом отпуске. Ну я бы так это назвала. Что за это время я собралась, как сфинкс из пепла, и внутренне абсолютно готова к новым шагам, к новым действиям и к новой реализации. И скорее всего, что Лёдово либо развернётся как-то новыми проектами. Просто не хочу сейчас там заявлять то, что происходит внутри. Главное, что происходит внутри меня. То есть я внутренне собралась. На эту сборку потребовалось те самые 4 года. То есть 2 года прям полного отсутствия мотивации заниматься бизнесом. Следующие 2 года попытки что-то делать. Потом вот это вот состояние «не хочу ничего делать». То есть потом опять понимание того, что деньги надо получать. Я на сегодня являюсь партнёром очень многих различных проектов. Потому что я знаю, что как эксперт у меня оценка очень высокая. То есть я могу видеть другие бизнесы, очень быстро их оценивать. Я могу их продвигать, продавать, привлекать туда финансы. То есть мне это всё интересно. Но хочется своё. А лучше так получается. Дело даже не в том, что хочется. Всегда, когда приходишь в другой бизнес, видишь цели и полагания владельцев. И найти единомышленника — это очень такая специальная задача. И чем искать единомышленника, если есть собственная идея, её вполне можно реализовать, потому что для неё есть всё. А ваш образ жизни, уровень жизни сильно поменялся? Сильно поменялся. Я, например, с удовольствием сегодня получаю социальное пособие, как многодетная мама, 3552 рубля. И спрашиваю, а где мои деньги? То есть мне приятно, что я сегодня абсолютно езжу на метро. И мне во всём этом новом приятно быть, потому что я сейчас об этой жизни знаю, вот об этой такой жизни, как люди говорят, обыкновенного простого человека, я знаю сейчас не понаслышке. То есть я не книжку прочитала об этом, я не статью в газете прочитала. Я эти четыре года так сама прожила. И поэтому новая экономическая действительность меня много чему научила. И я могу сказать, что жизнь прекрасна, вне зависимости от того количества денег, которое у меня есть, от той нагрузки, которая у меня есть. Это вопрос того, как я реализую свой день. Мне сегодня утром очень понравилась фраза, услышанная по телевидению о том, что сегодняшний день не подлежит обмену и возврату. Гениально. То есть вот вообще надо взять... Прими и живи. Да, прими и живи. Пользуйся сегодня и сейчас, потому что всё, сегодня закончится всё, а завтра будет завтра. Неизвестно, будет ли оно у тебя. Да. Слушайте, ну это, мне кажется, такой очень женский подход. Я вот от мужчины, который четыре года бьётся за свой бизнес и, в принципе, чувствует, что он его в той форме, в которой он к нему привык, теряет. Но его уже не будет в той форме, потому что дважды в одну реку не войти. Да, но вот это вот... Да и я стала другая. И время стало другое. Смотрите, как время изменилось. Ведь 90-е годы — это период индустриализации. Сейчас информационный век, сейчас вообще всё другое. Вообще надо обучаться постоянно. Вообще нужно всегда видеть новые тренды, новые тенденции. Да и слава богу, что вот произошло так, как произошло. Иначе бы, может, и не оторвалась бы никогда. К нам подключаются, наконец-то, слушатели 6510996. Наш телефон московский. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. У меня вопрос к нашей гости. Поскольку я порогу своей деятельности зачастую, вот, общаясь с нашими госструктурами, ей, как женщине, проще общаться с нашими любимыми чиновниками или нет? Скажите, Елена, вот вы, когда общаетесь с госструктурами, своими женскими чарами пользуетесь какими-то? Ну, сложно сказать, по-разному бывает. Спасибо, отличный вопрос. Действительно. И сразу же ответ. Бывает по-разному. Да, но, действительно, преимущество-то есть, да? Есть преимущество. Где-то декольте надеть, там, платье с декольте поглубже, поулыбаться, где-то взмахнуть ресницами. Работает это? Конечно, работает. И с чиновниками работает? И с чиновниками работает. И можно быстро очень попасть в круг любимец, потому что ты такая вот неожиданно очаровательная. Ну, потом же надо же как-то отбиваться потом от них. Да, а за что отбиваться? Ну, они же могут неправильно понять. А вот так. Алексей, здравствуйте. День добрый. Слушаем вас. День добрый. Тут я вот девушку... Надежда, приемничек, приглушите, пожалуйста, а то у нас эхо дурацкое. Слушаем вас. Вот. Хотел бы сказать, ну, во-первых, очень сильная девушка. Вот я вот знаю немножко о холдинге. Не холдинге, наверное, а компании. Вот, потому что сам выходец из того же района. И действительно очень тяжело подниматься в данной структуре, в данном районе. В паскуде там все коррумпировано. И очень тяжело. Наверное, у меня такая же примерно была судьба. Был свой бизнес. Достаточно долго ее вел. Но в итоге как бы привело к тому, что пришлось от нее отказаться. Вот. Собственно говоря, вот поражает то, что девушка может это продолжать. Вот я слышал, поет, продолжает свои действия. Очень хотелось бы пожелать, чтобы продолжала дальше свои действия. И в целом побольше бы, если у нас было таких людей, то, наверное, страна была бы другая. Спасибо огромное. Алексей, 651099,6 наш телефон. Вот видите, как-то даже респект у мужчин получается. Что нам песню строить и жить помогает. Да, но просто с другой стороны, вот вы говорите, не сдавайся, не сдавайся, не сдавайся. Но есть же какая-то точка, в которой сработает инстинкт самозахоронения. Что это уже опасно для здоровья, для жизни, для нервной системы. Не может быть. Я в какой-то момент уверовалась в такой мысли, что все испытания, которые даны мне, сил мне дано на это однозначно вот столько, сколько надо, и даже с торицей. То есть что мне вообще всегда почему-то с детства знало, что мы свой мозг используем максимум на 10%. У нас такие уникальные способности, что мы даже не знаем, как их реализовывать. И поэтому, наверное, поэтому я так смело всегда экспериментировала. То кино снять, то песню пойти спеть, то какой-то огромный концерт сделать. И причем никогда не боялась, кто что скажет, как на все на это посмотрят. И поэтому вот эта внутренняя смелость, она позволяет открывать для себя новые-новые проекты. А видите, как жизнь меняется, что, пожалуйста, я говорю, сейчас надо очень четко владеть информацией и управлять интернет-проектами. Или хотя бы понимать, как соединить, например, продуктовый бизнес. Причем продукты, они же в любой отрасли, они продукты. Как вот эти продуктовые направления соединить с интернет-технологиями, и как это все воедино отправлять? После новостей поговорим с интересным психологом. Мы продолжим беседу с Надеждой Копытиной. Это Финам.ФМ. Вдоль из Туты Ларсен. Оставайтесь с нами. Говорим о том, как быть в нелегких и неженских ситуациях в бизнес-бурном море с основателем группы компании «Ледова» Надеждой Копытиной. И с вами, уважаемые наши слушатели, 65 10 99 6. Наш московский телефон. Здравствуйте, Илья. Добрый день. Слушаем вас. Я услышал Надежду, оказался в точно такой же ситуации. Вот. Действительно преклоняюсь перед ней. Правда, она все говорит. Силы даются сверху, как говорится. И они будут даваться не только в сторис, а еще и больше. А завод, который она получает сверху, это еще и дети, семья. Я тоже точно так же почувствовал себя, тоже потеряв там кусок бизнеса, потеряв много всего, так же почувствовал себя более еще и свободным, когда лишился что-то. И мне это и силы придало. Так что я огромное, как говорится, уважение высказываю Надежде и всяческих благ. И действительно, это сильный человек. Она вот прям единомышленник вот мой по душе. Спасибо огромное, Илья. Вы посмотрите, как ваш действительно вроде бы негативный какой-то неприятный совершенно пример в жизни, неудача, вдруг становится для кого-то путеводной звездой, каким-то наоборот выходом. Что такое психогенетика? Это ли секрет к вашему вот этому прекрасному философскому и уравновешенному настроению? Я думаю, что да, это именно как раз тот самый секрет, потому что это наука, которой на сегодня уже 50 лет, это соединение научных и духовных принципов. Посмотрите в интернете, восхититесь и поймете, что это очень сильно. Надо просто изучать себя, изучать духовные принципы жизни, изучать физику человека. И сегодня Татьяна и Борис Сорины действительно очень профессионально на протяжении 17 лет преподают, практикуют. Ну хотя бы в двух словах, что это? Ты соединяешь свои творческие возможности со своей физиологией или как? Или со своей наследственностью? По сути, каждый из нас именно с наследственностью, с тем, как мы сюда пришли, то есть 3-4 поколения наших предков, и, соответственно, в каждом из нас эта запись есть, и история каждого человека с математической точностью предсказуема. И поэтому, когда предсказуемо, значит, это можно изменить. А изменить, значит, это нужно поменять мыслительную деятельность, потому что мы даже часто не задумываемся, потому что, почему мы именно так говорим, почему мы именно так мыслим, и почему мы действуем именно такими способами, методами и так далее. Для того, чтобы начать за собой контролировать, сначала надо контролировать то, что говоришь, и только потом можно научиться контролировать то, как ты мыслишь. Надо научиться радоваться имеющемуся, надо научиться быть довольным сегодня и сейчас, а это крайне непросто, потому что мы с детства приучены оправдываться, как мы с вами начали оправдывать ситуацию. Но это же в России, а уже возраст, а вот это, вот это, снег пошел, а все, движение уже остановилось и так далее. Поэтому для того, чтобы стать счастливым, надо стать как минимум ответственным за свою жизнь и за свой успех. И не думать, что это потому, что мой муж, или потому что у меня не было мужа, или потому что мой муж умер, или потому что у меня не было родителей, я вот сирота с детства, а потому что я не родился в Москве, у меня не было таких родителей. Ну, в общем, оправдание мы можем найти тысячу. Помните, как мы в школу опаздывали? Сколько у нас было способов объясниться, почему я опоздал? Вместо того, чтобы прийти и сказать, слушайте, я проспал. У нас на связи замечательный психолог, психоаналитик Марина Берковская. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, Ирина. Привет, привет. Надежда и тут, и мы, очень нам интересно, вы ведь специалист, в общем, по состояниям людей в каких-то экстремальных и стрессовых ситуациях, правильно? Вот потеря бизнеса, там, я не знаю, рейдерский захват, это то, с чем приходят к вам люди? И что вы видите, как мужчины и как женщины в таких ситуациях себя ведут? Это похожие состояния или все-таки они по-разному как-то, как сказать, восстают из пепла? И восстают ли? Да, Эллина, но это не совсем моя тема, хотя клиенты разные, бывает и такое. Будем говорить о том, что у человека в жизни произошла какая-то большая потеря. Так. Бизнеса, семьи. Мы не будем говорить о смерти близких, это отдельная тема. Будем говорить о потере чего-то такого, что, ну, обеспечивала жизнь. Тут же бизнес. Так. Конечно, это безумно стрессовая ситуация, потому что земля уходит из-под ног. Один из основных моментов нормального существования – это такое физическое ощущение заземления. Мои ноги стоят на земле, я это чувствую, а я сижу в кресле, и я это тоже чувствую. Прямо тем, на чем сижу. Совершенно верно. Да, но вот в этой ведь ситуации как-то найти какое-то новое заземление, да, как возможно. И кому это проще, мужчине или женщине? Действительно, Эллина, очень правильно вы сказали, надо найти новое заземление, что ноги стоят, а известное место сидит, и это ощущается. И, вы знаете, женщины это делают легче, потому что мужчина, у которого ухнул бизнес, он себя чувствует, как наш далекий предок, который шел на мамонта и уронил дубину. И все. И все. И затоптан. Или мамонт его нечаянно задел, он свалился на землю и уронил дубину. Все, конец. А женщина в такой ситуации? Женщина, она настроена на то, причем совершенно биологически, самочка, что надо спасать детенышей. Даже если их еще нет, значит, будет. Женщина, руководитель фирмы, спасает фирму, это ее детеныш. Спасает сотрудников, это ее детеныш. Спасает, в конце концов, своих детей, свою семью, потому что они живут на деньги, которые приносит эта фирма. И в этот момент женщина не просто встает, в ней включаются древние механизмы, уводи врага, бей врага, в крайнем случае умри сама, уведя врага, только спаси детенышей. И в этот момент включаются мозги, но очень своеобразно, все на спасение. И женщины в стрессовой ситуации выходят лучше. Другой вопрос, что потом она сидит и рыдает. Но это тоже способ, в общем, облегчить душу? Конечно. Потом нервно курим, поливая сигарету слезами. Это потом, когда фирма спасена, дети спасены, сотрудники спасены, счет в банке восстановлен. Вот потом можно сесть в кресло, поджать ножки, взять сигаретку, дрожащую на маникюренными пальчиками и полить ее слезами. Но это потом. А сначала надо спасти. Поэтому женщина в стрессовых ситуациях прекрасно включается. Не включается древний правополушарный механизм. Спасай гнездо, потом разберемся. Спасибо огромное, Марина Берковская, замечательный психолог. Вот просто дала нам генетическую, собственно, индульгенцию. Да, как генетическую фору. Честно говоря, когда я общалась с Мариной лично, как с психоаналитиком, и я помню, у нее была прекрасная шутка, когда она уже, ну, когда уже все заканчивалось, мы пили кофеек с маникюренными пальчиками, тоже с сигареткой, дрожащей, в дрожащих руках. Я уже давно, правда, не курю. Марина, шутя, говорила, мужчины – это тупиковая ветвь эволюции. А женщины – все зло мира. Это было ужасно смешно. У нас еще есть немного времени, чтобы пообщаться с вами, уважаемые наши слушатели. 65, 10, 99, 6. Здравствуйте, Алексей. Добрый, еще раз. Слушаем вас. Я вот сейчас услышал Марину, да, немножко хотел бы нанести такую ремарку по поводу того, как мужчина является конечным звеном. Да я пошутила, ну что вы сразу прям. Вот, я как раз хочу обратно с этой стороны зайти, да, то есть у меня ситуация была очень серьезная в плане потери бизнеса, то есть даже не в плане потери, если и в плане стезиев, и вообще огромной дебюторской задолженности, которая образовалась там как-то физическим лицам. Вот. Собственно говоря, в итоге я получил, что пройдя через это, ты становишься ровно на пропорционале этому сильнее. Вот. И как следствие, получается, что заработали, купил огромный опыт, который сейчас уже использую. Да, в настоящий момент я топ-менеджер огромной компании ювелирной. Вот, собственно говоря, и понимаю, что стал этим благодаря тому, что через это прошел. Вот. И хотел бы, знаете, как немножко бы в сторону дойти. И хотел бы, наверное, свой телефон оставить в редакции, чтобы потом ты встретишь этот основатель, собственно говоря, или скрупство, и, может быть, в творческом тандеме на что-нибудь проделось, что-нибудь, может, хорошее. Ух ты, вы поете? Нет, немножко в другом плане. В плане коммерции, близок к деньгам. Ну, просто когда встречается, наверное, как в генетике, я сам первый раз это услышал, просто как-то интуитивно себя к этому ушел. Когда я чувствую, что человек тоже в формации, как и ты, то, наверное, может что-то из этого получить. Я этим давно пользуюсь, как правило, за счет этого и принимаюсь. Спасибо, Алексей. Алексей, вы меня можете легко найти на Фейсбуке, вообще, Надежда Копытьевна. Да, и сайт есть тоже. И сайт есть, и в Одноклассниках есть. Я, в общем, активный пользователь социальной сети. Вот, смотрите, Надежда, вы сегодня, во-первых, дали надежду некоторому количеству наших слушателей, и также, вон, обрели уже какое-то количество единомышленников. Сейчас какие-то предложения посыпятся. А вы готовы все-таки сейчас как-то, не знаю, вступать в отношения с новыми партнерами, на каком-то новом поле? Я каждый день это делаю, и не один раз, да. Я всегда открыта к общению, я всегда открыта к новым проектам. И, скажем, благодаря той деятельности, которую я веду на протяжении двух-трех лет, это семинары, это тренинги, это общение с молодежью. Я с удовольствием делюсь тем предпринимательским опытом, который у меня есть. Обычно это завораживает огромное количество людей. Когда я рассказываю, через что приходится проходить, или через что я прошла, человек сидит, слушает и говорит, слушай, я думал, у меня проблема, но у меня вообще нету проблемы. А есть что-то, через что невозможно пройти? Я считаю, что, ну, вот, скорее всего, что нету. Скорее всего, что нам такого не дают, как испытания, через что нельзя пройти. То есть, понятно, что когда мы проходим через понимание того, что надо стать честным, надо стать открытым, надо стать любящим, надо прекратить гнев, ненависть, злость и раздражение, вот эта такая задача, она кажется, она нематериальная. И вот как через это пройти, при этом не потеряв себя, да, именно, а приобретя себя новым, при этом не задумываясь над тем, а что тебе скажет твое окружение, как они тебя примут или не примут новым, это, наверное, такой основной страх, который сдерживает людей на такие глобальные изменения. Потому что человек точно выходит из, проходя путь, стать из гневного, раздраженного и ненавидящего, стать любящим и принимающим человеком, по сути, это два разных человека. То есть, был один, стал совсем другой. Кроме страха же есть еще лень. Лень. Ну, даже, может быть, не лень, а нежелание. Вот мне не хочется, я не хочу каждый день делать над собой какое-то усилие. А мотивация всегда обязательно возникнет, то есть, если есть такая необходимость, вот если у жизни есть такой план относительно меня, чтобы я перестала быть ленивой, то возникнет такая ситуация, благодаря которой мотивация появится. Ну, я просто это вижу по своей жизни. Ну, а если не появится, значит, надо это оставить так, как оно есть, и продолжать лениться, продолжать не заправлять постель, например. Ну, как-то это вот, все это очень клево звучит в теории, а на практике, как увидеть, что вот это момент, а не какая-то случайность, или наоборот, что вот я ленюсь, а вот это вот пусть у меня пройдет сейчас, потому что это не мое. Где это? Что это? Это какая-то интуиция, или тепло-холодно? А если вы знаете, что сегодня тот день, который не подлежит обмену и возврату, что это сегодня тот день, который надо прожить самым выдающимся образом, там, как говорил Мюнхгаузен, надо совершить подвиг. Или, как говорил Сент-Экзапериев в «Маленьком принце», что проснулся утром, наведи порядок на своей планете. Да вы самурай, Надежда. То есть вот он мой день, и надо его использовать. Огромное спасибо Надежде Копытиной. Это была программа «Вдоль из Тотты Ларси». Финал ФМ Финал ФМ